МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, оценку выступлению даст московский политолог Сергей Михеев. Он свяжется с нами по скайпу. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно его выступление разбирают на цитаты, пытаются каким-то образом анализировать. В том числе московский корреспондент Нью-Йорк Таймс Нил Макфаркхар с непроизносимой фамилией написал, что Путин машет саблей. На самом ли деле это игра военными мускулами или действительно предупреждения, которые Запад должен воспринимать адекватно, и они носят более чем реальный характер? Как вы считаете, Денис? Я считаю, что если и говорить о том, что Путин машет саблей, то президент говорил об оружии в прошлом послании Федеральному собранию. А в нынешнем послании, которое мы вчера слышали, наблюдали и уже анализируем вторые сутки, он говорил об итогах того, что было сказано год назад. То есть были заявлены цели, были представлены проекты, а теперь продемонстрировано, на какой стадии эти проекты развиваются. Потому что тогда многим даже в нашей стране казалось, что это всего лишь красивая картинка и некая сказка о будущем. Ну и Сирия, и испытания, и реакция наших партнеров, в кавычках западных, показала, что это более чем реальность. Владислав, ну вот есть мнение, что слова Путина, непосредственно на военную тематику, они могут быть попыткой посадить Вашингтон за стол переговоров, после того, как они разорвали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вот такой вариант развития событий возможен? Александр, вы знаете, я глубоко убежден, что, безусловно, то, что вчера мы услышали от нашего президента относительно тех военных разработок, которые действительно внедрены, абсолютно верно отметил Денис, в прошлом году это была презентация того, что будет, а в этом году подведены определенные итоги. Кинжал поставлен на вооружение, в том числе в Южном военном округе. Авангард в следующем году будет запущено на боевое дежурство. Посейдон, вот эта разработка такого уникального комплекса относительно использования под водой, тоже будет запущен в ближайшее время, на боевое дежурство уже испытан. Действительно, президент охлаждает горячие головы в Вашингтоне, которые действительно пытаются втянуть и Соединенные Штаты Америки, и Российскую Федерацию в новую холодную войну. Действительно, эта война в определенной степени уже идет, мы это видим, мы это понимаем, этот выход США из договора о ракетах малой и средней дальности, этому подтверждение. И вот то, что делает президент, в том числе, это послание не только на внутреннюю аудиторию, действительно, мы знаем, что Путина слушает весь мир и разбирает, как абсолютно вы правильно отметили, на цитаты его слова. Это посыл, который должны услышать там, за океаном. В 2018 году они этого не услышали, как мы видим. Они продолжают нагнетать эту риторику военную, они пытаются обострять ситуацию в мире и делают это действительно исключительно с одной стороны. Россия не идет на шаги обострения. Мы видим, что по Сирии в том числе идет процесс мирного урегулирования, откуда, кстати, Вашингтон выдвинут за скобки. Там сегодня Россия, Турция и Иран определяют судьбу дальнейшего сирийского государства. Сад, я уверен, что все-таки Запад слышит эти слова, наверное, как-то их по-особому понимает или интерпретирует. Хочу продолжить эту тему. Интересует мнение Сергея Михеева. Он сейчас на прямой связи по скайпу. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот накануне Путин уже говорил, что одностороннее решение США выйти из договора, оно ставит под угрозу жизни граждан всех стран Европы. Вот вспомним и сами Штаты, и тех самых, цитирую, сателлитов, которые подхлюкивают американцев от слова президента. Какая реакция может последовать от Штатов после такого рода заявлений Путина? Ну, от Штатов, может быть, никакой реакции не последует. Но здесь есть два аспекта. Первое. В значительной степени это послание, оно направлено не столько для Штатов, сколько для европейцев. Европейцы оказываются в самой сложной ситуации. У европейцев должна голова болеть к этому поводу. И они находятся под прицелом, что называется. В принципе, Европа, на мой взгляд, могла бы здесь сыграть роль посредника между Вашингтоном и Москвой. Потому что Европа должна иметь собственный голос, и в том числе президент Путин об этом также говорил, что вот, ну, европейцы, так сказать, когда вы станете более суверенными, министр основной дел Лавров это подтверждал, на месте Европы надо было бы сказать, Москва и Вашингтон, договаривайтесь, наши головы под прицелом, под прицелом ваших ракет, давайте договариваться. Что же касается американцев, то, в общем, я не исключаю, что вот эта наша достаточно жесткая позиция, она в том числе будет играть роль в повышении ставок с целью понудить переговорам. Возможно, что-то из этого получится, потому что впереди договора СНВ-3, сокращение вооружения, которое в свое время Путин подписал с Обамой, и американцы, если вот так дело дальше пойдет, начнут выходить из него. И поэтому в данном случае это жесткая риторика, она должна их подвинуть к переговорному процессу. Но пока, мне кажется, что американцы еще недосточны к этому готовы. В отличие, Сергей, от прошлогоднего обращения, нынешнее, да, оно носило более мирный, наверное, характер, да, и Владимир Путин большую часть своего времени уделил именно социально-экономическим направлениям развития страны и региона, в частности. Обратился к чиновникам, да, для того, чтобы они, так скажем, работали лучше. Но готовы ли чиновники, как на федеральном, так и на региональном уровнях, воплощать эти инициативы в жизнь, озвученные президентом? Я не чиновник, не знаю, да, это вопрос к чиновникам. Вообще, что касается послания, очень хорошо, что оно было в основном посвящено внутренним экономическим и социальным проблемам. Даже вот этот вот кусочек про американцев и ракеты, он, в общем, занимал небольшую часть послания, был в самом финале, просто президент об этом не мог не сказать. Что касается социально-экономической политики, я думаю, вовремя это послание появилось. Почему? Потому что очевидно, что пенсионная реформа вызвала целый ряд негативных реакций в обществе. И я думаю, что президенту надо было показать, что он понимает проблемы людей, что он, на самом деле, находится, ну, он представляет единое целое с народом, он находится на связи. Что касается чиновников, он сказал, ну, вот, кто не хочет, кто не может, прошу на выход, что называется. Но другое дело, что я за все эти годы ни разу не видел никого, кто добровольно бы пошел на выход. То есть, в принципе, все хорошо, все правильно. Другой вопрос, как это будет реализовываться, это вопрос, который у всех, вот, механизмы реализации. Хотя мне больше понравилось, что там довольно много пунктов, которые оперируют цифрами, то есть здесь трактовок быть не должно. Вот обозначена какая-то цифра, она должна быть выполнена. И здесь уже без самоправства чиновников. Но в целом, вот, вопросы, которые, короче, правительство возникает, они никуда не делись, потому что мы слышим послание президента, не первый раз, да, потом мы видим, какие меры принимает правительство, а потом мы видим еще реализацию ее на местах. И такое впечатление возникает всегда, что это три разных мира, которые вообще плохо друг с другом пересекаются. Сергей, спасибо. Я напомню, на связи с нами был московский политолог Сергей Михеев об об обращении президента к Федеральному собранию. Но хотелось бы продолжить, да, эту тему социальных инициатив и готовности чиновников участвовать в социально-экономическом развитии и всей страны, и наших регионов. Денис, вот, действительно, социальные вопросы им президент уделил особое внимание, но будем смотреть правде в глаза, российская экономика переживает не самые свои лучшие имена, да, времена есть куда стремиться. У правительства найдутся деньги на реализацию всех этих социальных инициатив? Ну, я далек от той мысли, что... Вы тоже не чиновник, да? ...что президент... Нет, не об этом. Что президент брал цифры с неба, да, не понимая формирование бюджета, определенной перспективы и тот базис, который стоит под его нынешними предложениями, распоряжениями и прямыми указаниями чиновников. Поэтому... А насчет того, готовы чиновники делать это или нет, извините, у них нет выбора. Им отдал приказ президент, являющийся главой государства, они нанятые работники, нанятые обществом, я напоминаю, и действующие по указанию вышестоящих лиц на основании закона. Как можно рассуждать о том, в состоянии чиновник или не в состоянии? Обязан. Вы сейчас говорите так, как должно быть, но по факту, к сожалению, не всегда происходит именно так. Влад, вот обращение Владимира Путина к госслужащим, да, уже называют его таким отцовским, где он вроде как и пожурил и в какой-то мере похвалил, но тем не менее он призвал госслужащих нормально решать проблемы обычных граждан, да, и даже проявлять там какое-то сочувствие и душевность в этом. Наверное, все-таки правильно. Но это показатель чего? Мол, ребята, давайте работайте, нужно начинать все-таки работать. И как с такого рода направления обстоят дело у нас в Крыму? Саш, ну мы понимаем, что российская государственность она очень простая, да, у нас самая большая в мире страна. С точки зрения управления тоже процессы выстроены достаточно сложно. Мы федерация, состоящая из 85 субъектов. Безусловно, чиновники есть разные. Есть эффективные, есть не очень эффективные. Мы их видим в публичной плоскости. В принципе, сегодня общественное мнение вышло на такой уровень, что вот такое челанство, хамство чиновников, оно все-таки не остается без как минимум публичной оценки, а за теми решений, в том числе иногда это происходит на уровне президента. То же самое касается и коррупционного фактора. Я подобные вещи слышал тоже от президента очно на съезде Единой России, где он выступал относительно как раз-таки того, каким должен быть чиновник современный в России. Он вот этим всем категориям уделял особое внимание. Это вот не первое, буквально там за несколько месяцев до послания я это слышал лично. И на самом деле я уверен, что он делает посыл, он понимает, что есть проблема, в том числе кадровая в Российской Федерации и на разных уровнях эта проблема выявляется. И президент это как раз-таки тот человек, который уделяет особое внимание с точки зрения кадровых лифтов, которые работают в Российской Федерации. И с точки зрения антикоррупционной повестки мы знаем, сколько губернаторов находятся в местах не столь отдаленных за последнее время, сколько региональных чиновников, в том числе и в Крыму мы это видим. Там можно пальцев одной руки может не хватит, чтобы посчитать тех чиновников, которые в Крыму находятся. В продолжение этой темы, прочитал комментарий одной из общественниц, которая непосредственно под этим постом и опубликовала его. Цитирую, «Людям много не надо, главное, чтобы на них обращали внимание и решали вопрос по существу, а не для галочки. Они будут ценить и уважать чиновника». Вот в Крыму чиновники, большинство, да, мы не гребем всех под одну гребенку, но тем не менее, большинство решают проблемы по существу или ради той самой пресловутой галочки? Ну, конечно, это делается по существу. И тут тоже есть главный пример. Это глава Крыма Сергей Валерий Аксенов, который вот сегодня в Керчи проводил совещание, где уже тоже там кадровые какие-то решения есть по итогам. И на самом деле проблем много. Эти проблемы, на мой взгляд, всегда связаны с конкретными людьми. Есть проблемы, есть конкретный человек, который за нее отвечает. Да, как мы понимаем, это действительно не просто с точки зрения того, в каких реалиях сегодня находится в Крым и в каких реалиях он был когда-то, что у нас в принципе российская, в том числе, идентичность чиновников формируется только сейчас, на протяжении последних пяти лет. Начиная от того, что даже взять бюджет, которого в Украине не было в Крыму, и денег не было в муниципалитете, и деньги, которые сегодня есть, как они осваиваются, сколько эффективно это получается. В Крыму, на мой взгляд, система действительно выстроена. Мы знаем, что в Крыму имеет особенность такую смена кадров. Мы знаем, что есть ряд администраций, в том числе, где глава администрации менялся неоднократно. Но так это же не вопрос того, что это был эффективный человек, это прихоть руководство Крыма его поменять. Если те чиновники, которые пришли в 2014 году, они по сей день сегодня эффективно выполняют свои обязанности, и там уровень жизни в муниципальном образовании значительно вырос. Есть те, кто не справляется. И такие люди уходят. И у нас Сергей Валерьевич в этом плане, ну, действительно, долго не церемонится. Эти люди, если доказывают свою неэффективность, с нее прощаются очень быстро. Мы знаем, действительно, сколько министров, членов правительства и других категорий наших чиновников поменялось. И в этом смысле, что мы наблюдаем поиск оптимальной кадровой модели, как раз таки тех людей, которые будут эффективно выполнять свои обязанности. Мы понимаем, что в 2019 году в этом смысле крымское сообщество выставит тоже оценку власти, потому что мы находимся перед крупной избирательной компанией всех уровней власти. И, безусловно, здесь наши граждане и дадут оценку своим депутатам и чиновникам, потому что мы понимаем, что как раз таки пять лет это итог. Но итог, как по мне, в Крыму достаточно позитивный. Вы знаете, сегодня нет сельского поселения или города или района, где этих положительных изменений нет. Другой вопрос, что неэффективные чиновники, конечно, есть везде. Ну, хочу сказать, что многое зависит только от руководителя, но и от команды. И, наверное, в Крыму тоже есть яркий тому пример, когда есть хорошие инициативы, а реализовать на местах их не всегда представляется возможным, к сожалению. Так и у президента есть большое количество инициатив, в том числе и социальных, и бизнес, касательно внешней политики и военных, безусловно. Но если продолжать тематику непосредственно социальной, добиться возобновления и, естественно, прироста населения. К 2024 году даже ставят определенную планку. Но, Денис, как? Заставить рожать людей невозможно. Какие-то дополнительные к существующему маткапиталу бонусы? Ну, я не знаю, увеличить выплаты. Как это на практике реализовать? И опять же, вопрос бюджета стоит в нашей экономике. На много из этих вопросов президент ответил в своем послании. Было очень много перечислено самых разных социальных льгот, проектов и касательно льгот на землю для многодетных семей в селе, да? И так далее, и так далее. Программа «Земский учитель». Программа «Земский учитель», «Земский доктор». Кстати, там возрастную категорию, да? Давайте возьмем это как некий кейс и пример, да? Что значит увеличить возраст до 50 лет? Это значит человек, который уже думает, возможно, вот представь себе ситуацию, переселиться в сельскую местность, да? И он может это сделать спокойно, получить работу, да? Это тот случай, когда ложка к обеду пришла. Конечно, совершенно верно. А это уже человек, который имеет и опыт, и все остальное. Либо, условно говоря, он на дачу захотел переехать, да? И тут же возникает ситуация, и государство ему готово компенсировать, и в то же время он может, мало ли, человек откажется. У меня есть жилье, да? Он и выполняет функцию, и сохраняет государственные деньги, и так далее. Это лишь такой точечный, но очень социальный момент. Это как, знаете, круги на воде. Президент здесь очень четко попал в точку. Все вот эти вот меры, если их рассмотреть более подробно, они и создают вот эти круги на воде, которые превращаются в некую социальную атмосферу от семьи до занятости. И очень прав Сергей Михеев в том, что президент включает множество механизмов компенсации того негатива, которое вызвало пенсионная реформа, которую, к сожалению, чиновники правительства так, ну не то, что отрекламировали, а донесли в общество, что общество с трудом восприняло. Очень мало было уделено объяснению обществу, что происходит и зачем нужна эта пенсионная реформа. И президент вынужден такими действиями, такими указами и попыткой создать ту вот атмосферу и в отношении чиновников, и с помощью социальных программ для общества. Это во многом реакция на пенсионную реформу. Реакция в позитивном смысле. Но президент не мог оставить эту ситуацию с внедрением пенсионной реформы без ответа. Господа, ну вот эти инициативы, они касаются всей страны и абсолютно каждого региона. Но у каждого, опять же, субъекта есть свой персональный опыт, свои какие-то особенности. И лично я перекладываю сразу все это на Крым. Конечно, на Крым. Как у нас получится это реализовать, как мы это будем делать. В том числе говорили много об экологии. Кстати, назрело, видимо, Влад, да? Мусорная проблема, мы знаем, что в 2018 году она вообще зазвучала очень серьезно. В 2017 году был год экологии. В 2018 году мы знаем, что было в Подмосковье, в Московской области, как это тоже влияло на обстановку в целом в регионе, хотя касалось определенных населенных пунктов. Сейчас это проблема Сибири. И на самом деле мусорная проблема – это вызов. И не зря президент о нем говорил. Некоторые, я знаю, там западные, там тоже политологи начали критиковать, что президент на своем уровне должен заниматься проблемами мусора. Но на самом деле, если есть вызов, на него отвечает глава государства. И, конечно, здесь то, что он обратил на это внимание, на эту проблему на таком уровне, позволяет нам предполагать, что она действительно будет решена. Ведь мы знаем, что за что берется Путин, это доводится до конца. Безусловно, там на каком-то уровне бывают пробуксовки, которые уже от него не зависят. Но если президент, как сказал Денис, эту проблему осветил, то вот этот круг, он действительно будет расширяться на всю страну. И у нас в Республике Крым тоже есть проблемы с точки зрения мусора. Мы знаем, что сейчас глава Крыма тоже им уделяет особое внимание. Мы знаем, что национальные проекты, которые мы услышали в прошлом году, которые стали так называемыми новыми майскими указами, они как раз-таки подразумевают развитие страны на ближайшие пять лет. Я понимаю, что президент обратился к чиновникам, в том числе и по реализации этих майских указов. Определенный посыл, наверное, все-таки был. Это иголочка, так сказать, булавочка в сторону чиновников, которые не в полной мере реализовали инициативу. Денис, правильно я понял? Совершенно верно. Более того, то, о чем Влад говорил, да, проблема мусора и проблема экологии, на самом деле это прямая сфера ответственности на местах, да, в регионах и в муниципальных образованиях, и в министерствах соответствующих, и опять-таки в регионах, и в центре. И поэтому даже упоминание вот этих фактов без каких-то там конкретных указов для чиновников является прямым указанием того, что это ваша сфера ответственности, вы должны этим заниматься. Почему этим занимаюсь? Я президент страны. Более того, Россия — федерация, да, то есть субъекты, которые имеют множество своих прав и должны реализовывать политику государства на местах самостоятельно. Этого не происходит. Поэтому что по социальным вопросам, что по вопросам экологии, что по вопросам, мы еще не коснулись особо охраняемых природных территорий, да, которые также еще не оформлены в кадастре и так далее, и так далее. Все это напрягло значительную часть чиновников и в центре, и на местах. Вот они прямые указания. Еще один вопрос — это вот поддержка отечественного производителя, Влада. Госкомпании в закупках должны отдавать приоритет российскому производителю. Да, в принципе логично, это все правильно, институт хорошее, но, во-первых, не вызовет ли это подорожание, да, ведь конкуренция на рынке — залог того, что потребителю хорошо, да, соответственно, цены могут быть ниже. И не ухудшит ли это отношение с зарубежными производителями? В конце концов, вот они опустили железный занавес, да, учитывая, если мы не будем выстраивать отношения с торговыми партнерами из других стран, да, а поддерживать исключительно наших, может, это и правильно, но, тем не менее, где сотрудничество? Саш, ну, мы понимаем, что железный занавес сознательно, как когда-то это было сделано, хотя и тогда это тоже навязалось, никто возводить не будет. Сегодня пытаются какие-то ограничения поставить только относительно нас. Как мы знаем, Россия вводит контрсанкции, мы санкции против никого, ну, за исключением Украины не вводим, ну, там, по понятным нам причинам. И хочется здесь вспомнить господина Обаму, который несколько лет назад, еще будучи президентом, обещал разорвать экономику России в клочья. Мы помним это, что те санкции, которые США ведут, все, России как государства фактически не будет, ее экономика рухнет, соответственно, рухнет и Россия. Сегодня мы находимся в условиях санкций, внешнего давления, в условиях импортозамещения и так далее. Наша экономика показывает рост, да, мы знаем, что президент ставит темпы роста выше задачи перед всей страной, нежели они есть сейчас. Но, тем не менее, экономика растет. И то, что вы отметили относительно импортозамещения и опоры на национального производителя, безусловно, это тренд, который будет восходящим в нашей экономике. Мы понимаем, что есть ряд категорий продуктов, которые действительно с запада сегодня к нам не поступают. И именно это позволило там российскому сельскому хозяйству выйти на первое место в мире. Разворот государства с внешнего рынка, да, на внутренний. Много вещей, которые в России позволяют нам стремиться к так называемой автарке, да, вот самодостаточности в геополитической терминологии. И на самом деле нам нужно к этому идти. Мы понимаем, что отношения с западом такие непростые, это надолго. И сегодня риторика звучит только на ужесточение и так далее. Европу будут делить здесь разменные монеты. Поэтому здесь я с президентом полностью согласен. Я не думаю, что здесь будут какие-то крайности, что здесь будет какое-то государственное регулирование рынка. Там же было совершенно четкое замечание, что да, приоритет отечественного производителя. Но, во-первых, всей номенклатуры необходимой нам у нас нет, да, поэтому ряд товаров все равно будет зарубежного производства. Там, где на нас не наложены санкции. Во-вторых, не ущерб качеству, да, то есть все равно, если будет два товара одного типа, но явно будет зарубежный, качественнее и так далее, это только стимул нашим производителям. Денис, ну вот я хотел бы вернуться к «крымским яблокам», да, в кавычках, но суть та же, да. Я как рядовой обыватель, Илья готов поддерживать отечественного производителя, тем более крымского, мне это интересно, экологически чистые продукты, прочее, прочее, свои к тому же, да. Но, по факту, сейчас многие продукты, в том числе и овощи и фрукты, выращенные на нашей земле, они дороже, нежели привозные. Вот я сейчас говорю о потребителях, о людях, которые приходят и кладут свои денежки. Давайте не будем смешивать государственные закупки и рынок. Поэтому я и сказал сразу, что я перекладываю эту общую картину на нашу республику. Логично, я крымчанин, я живу здесь, я хочу нормально питаться и я хочу платить приемлемую сумму, да, а не завышенную. В принципе, это справедливое решение? Решение справедливое. Но мы говорим либо о государственных закупках, либо об экономике потребления, да. И тут ситуация регулироваться рынком, да. Если дистрибьютор доставил, условно говоря, краснодарские яблоки сюда, и они по выходу для какой-нибудь торговой сети, либо предприниматели оказались дешевле, чем крымские, то они так оказались. А речь идет о государственных закупках, где устанавливаются условия, цены и требования к типу и качеству товара. Я, конечно, еще не президент, но предлагаю отдавать приоритет крымским производителям тогда. По сути, та же самая. Система только в рамках страны. Я вам скажу, что здесь роли покупателя тоже, который должен делать сознательный выбор. Ну, не должен, может делать сознательный выбор. Да, это касается яблок, это касается вина крымского, например, и российского в принципе, и так далее, и так далее. Ну, кстати, вот, Влад, касательно бизнеса, да, тоже президент много говорил, и он, наверное, в большей степени в защиту выступал бизнесменов и инвесторов. Он сказал, что бизнес не должен постоянно ходить под статьей, да, имея в виду ограниченные поводы для продления сроков, да, следствие, содержание под стражей и по экономическим делам. Но не станет ли это началом беззакония, я сейчас говорю о том, что человек там натворил делов, да, уехал, отсиделся где-то, срок прошел, и он вернулся. Саша, вы знаете, я не экономист с точки зрения каких-то, давай, сейчас оценок глобально нашему бизнесу, но я, как молодой политик, понимаю одно, что действительно президент очень переживает за состояние бизнес-сферы в нашей стране. Она, эта тема звучит в каждом послании на протяжении многих лет. Мы понимаем, что, к сожалению, из того даже, что мы знаем в публичной сфере, то, что освещается в прессе, очень часто бизнес действительно становится объектом незаконных и противоправных действий силовых органов, и чиновников, и так далее. Именно этой проблеме президент уделяет особое внимание, чтобы вот эти административные рычаги давления, где появляется какой-то момент давления с разных сторон на бизнес, он снимался. Вот эти послабления, амнистия капитала, но это немножко другое, но тем не менее, это как раз-таки тоже пример того, что даже те, кто вывел свой капитал за пределы Российской Федерации, сегодня в условиях санкции, что эти счета могут быть заблокированы в любой момент, президент продолжает эти налоговые каникулы, амнистию, и позволяет возвращать капитал в Россию. Поэтому действительно вопросу свободного рынка и бизнеса уделяется особое внимание. Поэтому надеемся, что вот то, что он сказал, его услышит. Потому что вы слышали, что там были даны поручения Генпрокуратуре разобраться относительно вообще системы, которая работает. Там есть вопросы к определенным силовым структурам относительно этого всего. Поэтому у нас остается надеяться на то, что действительно тот механизм, который выстроен. Ведь президент – это человек, который озвучивает и принимает ключевые решения. Но система контроля – это все-таки ряд органов, главный, которым выступает администрация президента, внутри политический корпус, внутри регионов и так далее. Поэтому надеемся, что все получится. Господа, ну будем надеяться на то, что и социальные, и экономические инициативы, озвученные президентом, действительно удастся воплотить в жизнь. И вот хотелось бы верить, что команда будет соответствовать своему лидеру. Я благодарю вас за беседу, вам успехов в работе. Зрители, благодарю за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим.